Тысяча людей! Любознательные капризные дети! Добрые и серьезные учителя! Счастливые и трогательные родители! Беспокойные завучи и всезнающие директоры! А все вместе это мы! Школа в Капотне! Здравствуйте, дорогие зрители! Весь наш 4-й М-класс в количестве 32-х человек рад встрече с вами и обещает сделать эту встречу незабываемой! Давайте пофилософствуем! Кто такой человек? Правильно! Человек – это разумное существо! Homo sapiens! А с чего начинается человек? Правильно! С детства! Детство было и тысячи лет назад! Без него не живет человек и сегодня! Хотите – верьте, хотите – нет! Но самая тяжелая жизнь во все времена была именно у детей! И вся загадка их вертлявости, любознательности, вредности, упрямства – именно в этом трудностях и бытия! Последите сами! Чтобы выжить в виде взрослых, надо научиться терпеть их капризам, наполнять их требованиями и пожеланиями, сносить их подзатыльники и поцелуйчики! Обладая превосходством весовой категории, взрослые тысячелетиями являются грозной силой, нависшей над детьми! Несмотря на длительную эволюцию, взрослые до сих пор мучаются над созданием воспитательной системы! А началось это много тысяч лет назад, где-то в полнометражной пещере. Первый учитель вкалачивал первой дубиной первобытные знания, шустрые ребятишки терпеливо набирались опыта, ума и хитрости. Наши дни! Не за синими морями, в некой школе рядом с нами, жил-был Петя, ученик, лавотряс за озорки. Он скучал, вздыхал у пранки над учебником тетрадкой, и томясь от страшной звуки, ненавидел все науки. Каждый школьный педагог Петю дал для него урок, что выскоял мальчик знания, но напрасны все старания. Так измучили ребенка, что стонал от них мальчонка, правда он не поддавался и как мог сопротивлялся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Заявляю всем открыто, что на школу я сердитый, мне уроки надоели, сколько можно в самом деле. Для чего все эти муки? Кто придумал все науки? Кто велел учить детей и забрел учителей? Может, раньше школу не знали? И детей не убирали? Ну, ответьте, умоляю, ведь не я один страдаю. Я готов сейчас рискнуть, чтобы в прошлое взглянуть. Может, в древние века жизнь детей была легка? КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отроков юных приветствуем в храме науки, Посланный Зевсом на землю луч знаний проник, Дабы не ведали глупые отроки скуки, Млод просвещения, прими и вкуси, ученик. Внем лишь учителю, о неразумный ребенок, Боги хлопочат сейчас, на что-б стал ты умней, Учит родителей разум чада с пеленок. Сжалился Зевс, создал в помощь им учителей. Знания ваши хотим мы умножить, Бедность и глупость ума будем розгалечить, На поводу у лентяев идти мы не можем, Так что решайтесь, хотите учеными быть? Как-то не хочется, браво. Что я слышу, Боги? Речь неразумного отрока всем наукор, Он осквернел свое линию науки, чертоги. Что-то никак не пойму я, к чему этот вздор? Слаб ты рассудком, мы видим, Но, может быть, в спорте нет тебе равных, И в силе ты не превзойден. В беге, атлетике. Теннис играл я на корте, плавал в бассейне, Но в спорте я был не силен. Мы состязания в беге сегодня проводим. Выиграв, будешь герой, И лавровым венком мы уменьшаем тебя за триумф при народе, А проиграешь — пропал. Сбросят в море, дурдом! Ну, дела, уж думал я, Что пропала жизнь моя. Их порядки ужас просто, Если ты не вышел родственным, Если ты не чемпион, Да в науке не силен. Разговор у них короткий, Ты на гибель обречен. Нет, признаюсь вам, друзья, Что учиться там нельзя. Вот был мне в Петровский век Петр был умный человек. Часто ездил за границу, Заставлял дворян учиться. Кто учил их? Как? Чему? Посмотреть по самому. КОНЕЦ КОНЕЦ Государь повелел, Дабы в юноше обучались добрым манером, Штудировать сие правила повсечасно. Во-первых, Наибаче всего должны дети, Отца и мать великой чести содержать. Когда родители их позовут, То должны не тотчас отозваться, И отвечать тотчас, Да не дерзостно, А с почтением. Дворянин должен быть обучен В языках, В конной езде, В танцевании, В шпажной битве. Красноглаголик должен быть И в книгах научен, И добрый разговор уметь учинить должен. Отрок должен быть весьма учтив и вежлив, Как в словах, Так и в делах. На руку не дерзок И не дрожлив. Предстречными За три шага шляпу держать в руках не убыточно, А похвалы достойно, Ибо он смиренный кавалер и молодец, А не спесивый болван. И последнее. А ты кто есть? Где твой парень? В гостях я здесь. Я ученик. Ах, ученик. Где твой кафтан? Указ царя читал, болван? Указ царя? Да я того. Вижу, не знаешь ничего. Сейчас с тобой я разберусь. Ой, мама, мама, я боюсь. Ты дворянин? Отца как звать? Нет, я обычный. В слоге гнать. Эх, ну вот опять попал в просак. Парень, кафтан, какой чудак! Очень ведь странный этот был. Нет, я б и дня там не прожил. А все же любопытство гложет. Век девятнадцатый, быть может, Отличен от других веков. Туда я заглянуть готов. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Следующий урок, друзья, сегодня разрешите. Хотите, кратко запишите. Хотите, нет, лишь был бы проб. Должны вы вегло по-французски читать и мысли излагать. Забыть на время можно русский, Но иностранный грех не знать. Вам в высшем обществе блистать. Учитесь, дети, непременно. Мазурки, вальсы танцевать. Вести себя всегда почтенно. Мы все учились понемногу чему-нибудь. И как-нибудь. Ой, дай бог терпения педагогу, Чтоб на уроке не заснуть. Педагог, как вводный весть, Меня в классе не заметил. И твой урок свой там, Улетел скорее на бал. Я, друзья, совсем расстроен. Очень грустно мне устроен. Как бы я хотел сейчас В свой родной вернуться в класс. ПЕСНЯ Питя! 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 Знать без школы никуда, знать за партой всегда. Наши сверстники сидели над уроками карпелия. Ну а наши педагоги словно на Олимпе боги. Обо всем на свете знают, нас упорно просвещают. Питя! До того человека катился, в дикаря бы опять превратился. До того человека катился, в дикаря бы опять превратился. Если б не было, если б не было, если б не было школ, Если б не было, если б не было, если б не было школ, Если б не было школ, до чего человек подошел? Питя! 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 Ну для кого не секрет, что шкрой playoffs сильней всем oute всей семьёй? Согласитесь, что домашные задания делают жизнь наших мам Факт досыщенный, интересный и, наконец, разнообразный. Часто бывало так, что нам приходилось объяснять традиционные правила и теоремы, учить их решать алифметические и орфографические задачи. Дело в том, что научные знания настолько безбрежны, что нам катастрофически не хватало времени, ведь в сутках всего лишь 24 часа. Звенит звонок. И будто каждый раз, вначале я влетаю в класс, потом влетаю в нет. Жизель вернулась в некромешном адом. Нам сдают ужасно много на дом, А если в дом в хвостике бывать, Куда они мне будут задавать? Кричала мама, что за безобразие? Солши и тройки, где разнообразие? Когда же я принес разнообразие, А нам раз еще безобразие? Сколько сил затратили наши папы и мамы, бабушки и дедушки, чтобы мы добились успеха, были красивыми и счастливыми. По нашим почетам, вы, уважаемые родители, получили еще одно начальное образование. А сколько ночей вы не досыпали, волнуясь и переживая за нас. Вместе с нами переживали неудачи, радовались победам. Мы очень любим вас и хотим вам сказать за все огромное... Спасибо! Ответное слово предоставляется нашим любимым родителям. Хотим выразить благодарность директора нашей школы, администрации, нашим любимым учителям. Спасибо вам за ваш неподвижственный вклад в образование в детстве учеников. Наша школа в самых надежных руках. Хочу сказать поздравления нашим первым учителям. Спасибо вам, хотим сказать, что наших деток научили писать, читать и умножать, как маму всех вы их любили. Вы самый первый педагог, родительницы знаний, вложили в каждый свой урок частицы мироздания. За это низкий вам поклон. Как жаль им расставаться. Уходит среднее звено, но так хотят остаться. Желаем счастья и добра, прекрасных первоклассников. Узнайте, ваша доброта осталось в сердце наше. Мы поздравляем вас, ребята. Четвертый класс уж позади. Стремительно летят куда-то, года и месяцы и дни. Пусть будет радость и веселый, ваш праздник добрый вкусной. Везде и в городах и селах, в закате дети и огороди. Ученики, пускай вас сладко, живете в школьные годы. И пусть учеба будет гладкой, и очень яркой, как звезда. Дорогие одноклассники, все мы с вами при параде. Поэтому напомните... Позвольте мне напомнить вам наибриятнейшее известие. Сегодня наш выпускной. Ура! Ура! Что, ура! Необходимо поздравить нашего классного руководителя с этой замечательной датой. С какой датой? 22 мая, дорогие одноклассники. И мы сегодня Татьяна Николаевна может сказать... Аааа! Что мы будем делать? Ваши предложения. Может, расскажем стихи или станцуем что-нибудь? Ага, кто еще хоровод предложил проводить? Ну, тогда не знаю. Давайте подарим книгу. Книга — это самое лучшее, да. Ага, ты еще вспомнишь, что собака — это у человека, бедери щеночек. Ну, если ты такой грамотный, предлагай сам. Итак, что необходимо сделать, получив задание поздравить классную даму? Может, святы? Как это банально? Необходимо собрать полную информацию, привычки, бесстрастия, даже, извините, маленькие слабости. Задание понятно? Понятно! Тогда за дело! Нет. Информация к размышлению. Классный руководитель. Характер нордическо-эдогогический. Спокойный. Стойкий к окружающей среде. Постоянно работает над собой, учениками, родителями. Совершенствие владеет компьютером. Обладает отличным знанием российской истории. Отличается повышенной гибкостью в отношениях с коллегами по работе. Отличная дочь, заботливая мама, заядлая дачница, имеет безупречный внешний вид и единственно слабое место в страстную любовь ученикам. А ученики у нас кто? А ученики у нас это мы! Дорогая наша Татьяна Николаевна, подходит к концу учения вас и стало немножко грустно сейчас. От вас так не хочется нам уходить, хоть годе хотелось бы с вами побыть. Вы добрые очень внимательны к нам, в школе всегда заменяли нам маму. Водили в театр, в кино и походы, учили читать, наблюдая за природой. Мы вам обещаем, не будем лениться, мы будем стараться неплохо учиться. И вам пожелаем хороших детей и новых всегда интересных идей. Мы будем к вам в гости всегда приходить, даем обещания детям. Да! Вы первый учитель, нам вас не забыли, вы лучший учитель на свете. Мы любим вас, родные ваши лица, выгрылья дали нам пульсок кувши. Чтоб дали детям смогли мы словно птицы до мудрости заснеженных вершин. Учителя для нас вы свет в окошке, все знали свет ума и теплоты. И даже если терпитесь немножко, в глазах у вас альтера доброты, и даже если сердитесь немножко, в глазах у вас альтера доброты. Спасибо вам за истины простые, спасибо за терпение и труд. Спасибо, что для нас определили мир знаний восхитительный маршрут. Учителя для нас вы свет в окошке, все знали свет ума и теплоты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас альтера доброты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас альтера доброты. Субтитры Субтитры Вы свет в окочке, все знают, свет ума и теплоты. И даже если сердитесь немножко в глазах, у вас альтера доброды. И все всегда для нас вы свет в окочке, все знают, свет ума и теплоты. И даже если сердитесь немножко в глазах, у вас альтера доброды. Слово предоставляется директору нашей школы Ульяновой Ирине Сергеевне. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.